Привет! Я Аня Масленко, и сегодня мы будем шить средневековое платье из шторы. Погнали! Как вы заметили, у нас тут началась недавно война. Сраная конвенциональная война в 21 веке, в Европе, в моем родном городе, из которого мне пришлось уехать. И, честно, я не представляю, что еще можно шить в таких условиях, кроме как сраный средневековый костюм. Итак, это не туториал, и я не несу никакой ответственности за вас, если вы все-таки решите за мной повторять. В этом видео вы видите весь процесс и все сложности, с которыми я столкнулась в процессе работы над этим платьем, а также все странные, нехронологично достоверные костыли и ужасы этого процесса, неаккуратность и разноцветные нитки. Ну что ж, я нахожусь в не самых удобных условиях, и у меня нет швейной машинки, у меня нет нормальной ткани, фурнитуры и ниток. Нитки и иголки я с горем пополам купила, захватила с собой из Киева портняжный метр, красный мел, булавки, много булавок, и я нашла тут шторы и скатерть. А ну-ка, мамушка, найди наши старые выкройки. Что вы хотите делать с портьерами? Сошьешь мне платье. Только не из портьер, мисс Эллен, этому не бывает, черт возьми, теперь это мои портьеры. Ну что ж, когда вы уже нашли свой материал, его нужно постирать. Не для того, чтобы он был чистый, а для того, чтобы продекотировать его, чтобы позднее, при других стирках, ваша вещь не садилась. Вам нужны мерки талии, груди, от плеча до вашей точки, вашего декольта, и в целом длину изделия. Берем любой ненужный вам большой листок бумаги и кое-как набрасываем выкройку. Возможно, вы хотели какого-то объяснения, схемы и расчетов, но их не будет. Просто примерно учитывайте свои параметры и... Вырезаем эту прелесть и берем на нашу ткань. Вот так. Вот это я сливаю, а вот это я не буду. Косточек для корсета у меня, конечно же, тут нету, поэтому я решила все дублировать плотной хлопковой тканью скатерти. На ней кое-где есть пятна от жира, которые не вывелись во время стирки, но для изнаночной стороны подойдет. У меня немного не сошлось. Но ничего, это все можно исправить, потому как это только макет. Просто вырезаем еще один кусок ткани. Какой вы сочтете нужным в целом, я не знаю. Сколько вам там не хватает, столько... И не забывайте про отступы для... Как их-то? А, ладно. Выточки. Я не настолько хороша в этом, знаете ли. Когда-нибудь придется в этом разобраться, но, как говорится, я подумаю об этом завтра. Сначала я решила определиться, где будут пуговицы. Вот эта конструкция... Хорошему бы это вот так пришить. Вот так. И это просто будет несколько клиниев. Ну, куда-нибудь сюда нужно прифигачить пуговицы. Наверное, придется распороть вот это. И прошить пуговицы здесь. Ну, тут такой красивый шов. Мой план несколько изменился. Сейчас я прострочу здесь. И добавлю пуговицы тут. И, соответственно, здесь, что пуговицы будут идти в два ряда по спине. Вот этот шов, это середина спины. Ну, немножко по-наркомански, но а что? Легче было распороть тот красивый шов. Потом я поняла, что пуговицы с правой стороны застегиваются намного легче, чем с левой. И поэтому пуговицы с левой стороны выполняли чисто декоративную функцию. Я не знаю, как это называется. Просто сделайте вот так много раз. Главное, обмётывая, не тянуть слишком сильно. А то края разойдутся, и вместо маленькой аккуратной дырочки будет вот это. Ну, зато мы знаем, как теперь делать кружево. Боюсь, что пуговицы теперь будут просто выпадать из этого. Но в целом как-то держатся. Я нашла утюг. Старый бабкин утюг. Это то, что меня спасёт. Я решила, что вот эта задняя часть, спинка, тонкая и неплотная, и вообще слишком маленькая. Поэтому я буду делать ещё один такой же квадрат, который пришивать снизу. И он будет чуть больше. И, возможно, будет лучше. Ну, а может и нет. А ещё точно так же я убрала эти выточки. Вот видите, их даже попыталась заутюжить. А ещё надо что-то сделать с шлейками. Возможно, потому что тут они не дотягиваются, и вообще они как будто немножко какие-то калечные. Возможно, делая большой квадрат, сразу сюда прифигачить две шлейки. Или как это? Буду смотреть. Я сделаю огромный квадрат, а потом буду вырезать ненужное. Я не выдержала. С швейной машинкой всё, конечно, пошло намного проще. Чтобы не было вот таких вот неровных стежков, обязательно заутюживаем швы. В данном случае это спинка, поэтому заутюживаем равномерно туда-сюда. Вот, буду оббивать эту основу вот такими штуками. Для этого я распарю эти детали, и на них каждую деталь нашью такую штуку, а потом сошью заново. Вот, и для этого я сейчас намечу все эти швы специальным. Единственный мел, который я взяла чудом, взяла из Киева, и он красный. И это просто идеально. О, кстати, обводите мелом на изнаночной стороне. Особенно, если это цветной мел. Особенно, если он красный, и вы рисуете по-белому. Иначе хер вы его сведёте потом. Рисуйте на изнанке. А на этих кадрах вы можете увидеть лишь малую часть моих затупов. Я даю их вам дозировано, чтобы предостеречь, а не запугать. Потом, кстати, отпорола не весь кусок, а одну сторону оставила и вывернула наизнанку, так, чтобы необработанные края остались внутри. Решила заутюжить это к центру, чтобы центральная часть корсета немного выпячивала. Если вы не знаете, то заутюживание на одну сторону даёт небольшое утолщение, что визуально делает его выступающим. Белые нитки из хозяйственного магазина кончились быстро. Ну, однако в упаковке были ещё другие цвета. Вы посмотрите на эту прелесть. Ну, что-то грустное случилось с задней частью, но я это исправлю. Попыталась дошить эту шлейку. Как вы видите, ровно не получилось. И сейчас я попробую проложить ещё одну строчку вот здесь, чтобы укрепить это и убрать эти волны. Но что-то мне подсказывает, что это не сработает. Ну, давайте узнаем это вместе. Вы будете смеяться, но, кажется, стало лучше. И оно уплотнилось. Вот, кстати, вот этот ужас. Но вот тут ещё и красивенько. У меня не очень высокие стандарты. Измерьте, какой длины вам нужна юбка. У меня это где-то 104, но я решила округлять до 114. Основываясь на надёжных источниках, картинках из Пинтерста, я решила, что мне нужна широкая юбка с вот этими прикольными сборками к талии. Для этого нужно делать в талии шире, чтобы потом иметь возможность присборить. В итоге я не заморачивалась и вырезала три прямоугольника 114 сантиметров по вертикали. И разное количество по горизонтали, так как я скорее ориентировалась на рисунок. Спойлер, так просто это не работает. Шила их так, чтобы когда я это надену, получилась огромная колонна. Прошила строчку по верхней грани, перпендикулярно рисунку, и тянула за одну нитку, равномерно распределяя сборку. На видео не очень заметно, но если зашить этот разрез, то получится немного фигня, и никакого расклешения к низу не будет. С первого взгляда подол кажется достаточно широким из-за того, что ткани достаточно много. Но если присмотреться, можно заметить этот пузырь в районе бедер. Я сильно присборила в районе талии, но офигевшая от такого обращения ткань быстро возвращается в свое нормальное положение и спускается к подолу грустным цилиндром, создавая ощущение какой-то бабки на чайнике. Используя я изначально метод солнца или полусолнца, которые основаны на окружностях, такого бы не было. Можно было бы сделать их большего размера и также присборить в талии для складок вверху. Но, как вы помните, я вырезала прямоугольники, в том числе из-за того, что у меня мозг взорвался при попытке понять, как иначе сохранить рисунок. На помощь мне пришли клиньи. В нейтральных местах разрезала юбку почти до талии и вшила туда два клина. Изначально хотела три клина, но в процессе выяснилось, что мне ужасно лень, поэтому ограничилась двумя. Конечно, таком случае стоило сразу делать их шире, но кто же знал, что я... Ткань тонкая и кое-где прозрачная, поэтому я решила делать второй слой. И кружиться вокруг своей оси так тоже веселее. Жизнь меня ничему не учит, и основа радостно вырезаю прямоугольники. Но на этот раз сразу с треугольниками. Тут нет смысла сильно переживать за красивость и сборки вверху, так как это нижняя юбка, и все равно нихера не будет видно. Единственное, что нужно, это чтобы книзу было не шире и не сильно уже, чем верхняя юбка. Сначала я хотела разработать для вас целую схему для построения выкройки для нижней юбки. Но потом что-то пошло не так, она оказалась длинной юбкой-карандаш в пол. Это не то, чего мне хотелось. Я поняла, что что-то я не то сделала с расчетами. И я просто дошивала клинья, пока не поняла, что хватит. Это отличная схема, вы можете ей пользоваться. Удачи, это штуки свариваются. И вот тут вот эта штука. А что у тебя, кстати, сзади как-то немножко? Ну, сзади я уже не прошила. Ну, просто смотри, давайте. Это у меня кусок, который без узора. Ага. Сзади, вот гигантский. Ну, это такая ткань. Ай. А, соглашусь. Ну, что ужасно. Эй! Вот тут, правда, фигня получилась. Но потом я это исправила. Ну, красиво же. Я чувствовала себя принцессой в этот момент. Потом мы пришиваем юбки. Сначала друг к другу. На этот момент ваши складки на юбке уже должны быть равномерно распределены по всей окружности. И зафиксированы методом пришить их до нижней юбки. А потом пришиваем это все к корсету. Желательно тоже равномерно. Чтобы пришить юбки, мне нужно измерить, до какой окружности нужно стянуть талию. И отмеряю от вот этой точки до сюдова. И потом еще от сюдова вот этой первой точки. Или в целом измеряю как половину, сложив вдвое. Вот так. Отсюда до сюда. И если все сойдется, то вообще прекрасно. Если нет, то что-то не так. Вот как-то так. 37 сантиметров. Линия талии где-то здесь. 37 сантиметров. Если умножить на 2, это 74. В общем, и я присбариваю свою юбку до 74 сантиметров талии. Прикалываю, а дальше смотрим. Ляпки. С ляпками оказалось сложно. Изначально? Наверное. Нет никакой проблемы в том, чтобы их построить. Но вы видели мою спинку? Это странно. Я херовую тучу времени прикалывала их. Мерила. Куда же без этого. Откалывала и прикалывала снова, добавляя буквально 5 миллиметров туда, 5 миллиметров сюда, чтобы оно красиво держалось на моих плечах. К сожалению, я не засняла этот процесс. Но поверьте. Но поверьте, вам лучше. Я дам вам небольшой совет. Лучше делайте нормальную цельную спинку с хотя бы с одним рядом пуговиц. У меня немного сколиоз. Одно плечо чуть выше другого, поэтому я равномерно потратила время 40 минут на одно плечо и примерно 40 минут на второе. Из-за всех этих сложных махинаций я сама того не заметила, как мой корсет подскочил вверх, из-за чего линия декольте отсюда сместилась сюда. Ну, почти. И из-за этого эффекта я кажусь еще моложе. А, и как видите, из-за дурацкости конструкции самой по себе, лямки пришлось пришивать наполовину, потому что иначе это смотрелось криво. Конечно же. Я, честно, не придумала никакого маломальски адекватного оправдания, почему вот это вот так вот теперь торчит. И, если честно, уже не собираюсь. На момент пришивания всего этой, всей этой красоты я уже надеялась закончить это платье давным-давно и приступить к монтажу видео. Поэтому я была немного зла и мне было... О, а еще я перешила пуговицы. Ну, как перешила пуговицы? Я уже говорила, что я была зла, поэтому я просто взяла ножницы и надрезала в кусочки, куда я бы хотела, чтобы засовывалась пуговица. Потому что, опять же, я немного странный конструктор, и из-за того расположения пуговиц, как вы видели, средний ряд пуговиц немного, ну, он ближе друг к другу. Но, по сути, это должна была быть самая тонкая часть моей талии, поэтому стоило расставлять их шире. Этого я не учла. О! А вот тут видно, как я с упоением пришиваю пуговицу к нижней юбке. Мне кажется, эти видео станут дневником того, как я постепенно схожу с ума. Этот разрез я прошила вот так, чтобы хоть где-то было что-то аккуратное. И сейчас буду пришивать сюда пуговицу, и это будет на пуговице. Как я уже говорила, ткань тонкая, изношенная окнами, поэтому она порвалась. И я её залатала, как могла. Могла бы, конечно, и красивее, но не хотела. А вот и уродливый шов. Далее, когда уже почти всё готово, осталось только укоротить вашу юбку. Да, конечно, выглядит красиво, когда вокруг вас лежит ровным слоем куча тканей, и вы возвышаетесь над этим аки-принцесса. Но ходить в этом просто отвратительно. Вы наступаете на свой собственный подол и падаете. Но отказываться от шлейфа мне всё-таки не хотелось. Поэтому спереди я укорачивала чуть больше. Я надела свою обувь парадную, в которой я буду ходить в этом платье, и измеряла линейкой, сколько мне нужно. Сзади я даже не мерила, просто сколько будет, столько и будет. Нижние юбки укорачивайте ещё больше, чем передние, их всё равно, по идее, не будет видно. И вот что получается. Ну, я опять же в восторге. Я всегда делаю какую-то хрень и всегда в восторге. Ну, класс. Ну, что вам сказать. В целом, в этом платье нихера не удобно. Мне кажется, оно мне мало. Оно жмёт в... Вот где-то здесь, в ребрах. Оно широко мне много в талии. Оно дурацкое. И немного бесит в подмышках. Нет, не то чтобы жмёт, просто бесит. В целом, я начала шить 5 марта, а сегодня я снимаю это видео в ночь с 13 по 14. На данный момент платье уже закончено, я уже могу в нём ходить. А помните, я говорила вам про нефункциональность пуговиц с левой стороны? Я вам наврала! Из-за того, что застёжка юбки сместилась чуть влево, чтобы снимать это платье, нужно расстёгивать и левую сторону пуговиц. Издалека выглядит вполне красиво, если не присматриваться. Да, торчащие нитки, неровные швы и кривость рисунка заметна. Но... Автор... Кстати, я уже придумала очередной костыль. Единственная возможность для меня выйти куда-то в этом платье, это какой-нибудь комико. А к тому времени я уже успею сшить себе плащ, который закроет всё это непотребство. Я потратила на это платье куйму времени, но это всё равно быстрее, чем всё, что я делала. Потому как здесь мне и правда нечем заняться. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Ну, вот и всё. Готово! Всего лишь 10 дней и куча убитых нервов. Вы можете сделать то же самое в домашних условиях. А с вами была я, Аня Масленко. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Я влогер теперь. А в следующем видео я покажу вам, как сшить сорочку для этого платья из скатерти. Не пропустите! Так, а где выключить? О, как красиво! Субтитры подогнал «Симон»